друзья всем привет сегодня 1 декабря мы на втором тачке погода плюс один у нас аномальная осень собственно как весь сезон вот видите вот взлетела пчела вылетела видно и вот мелькнула возможно синички да вот даже несколько пчел вижу возможно синички растревожили то есть охотятся на пчел едят их вот 1 декабря здесь летает пчела такого еще ни разу и не видел так вот снега нет засыпать нечем снег собственно и мокрый сейчас мы обычно у нас я снимал видео работа в ноябре засыпаем чел а сейчас мы пока пчел не засыпаем мы сейчас выбиваем пергу и потом начнем вторая работа топить воск вот все кругом следах от лапок синичек ну доски как всегда ставим в этом году все как обычно верхний леток открыт и единственно внесли изменения раньше зарешечивали нижний леток а сейчас кое-где зарешечили а кое-где просто оставили там на 5 сантиметров открытый чтобы весной потом не мучиться со льдом не открывать проще вот тоже сразу показалось пчела ну и по традиции для критикующих экспертов что мы лазим пчелам зимой мы сейчас откроем пару лев посмотрим вентиляция сделано в этом году у всех с подушками по классической схеме без ппс отказался от этой системы попробуем аккуратно крышки зато не примерзшие потому что вот видите подушка лежит и легкий холстик продыхи с краев иногда и сзади делаются продыхи вот я вижу клуб и планет ну вот чернеет пчелы смотрите шикарно смотрится видите клуб занимает эту не считаем эти две не считаем на 7 рамок сидит больше чем до центра гнезда это бакфаст у меня этого года матка от до 89 пчелы вот с рыжинкой какие спокойные все все медовый запас и шикарный в этом году и долго мы тревожить не будем складываю собаков поднимаем ну и все другую я открывать и не буду и мне и так понравилось это что-то искать лучше хорошая такая семейка а сейчас пойдем покажем как мы пиргу убиваем так вот у нас здесь такой появился как это сказать навес под крышу чтобы летом скрываться от изнаряющий изнаряющий сибирской жары в теньке прятаться также здесь можно шашлык жарить когда дождь идет здесь мы сделали нашу мини линию по производству перги короче ну понятно перговые рамки коробку поставили для того чтобы выламывать пергу сейчас покажу все ну легкий мороз лучше бы было минус 5 мы просто работали сейчас сегодня тепло нам нам осталось 5 рамок мы добьем и сейчас заодно покажем как то делаем в коробку эту выламываем пылесос подключен пергамет у шлангом здесь сделали немножко такую импровизированную лоток для подачи увеличили чтобы легче было работать ну из это какая-то посудина пластмассовая значит тазик для перги в общем прошлом году мы я показывал мы работали с сырьем таким уже просеянным немножко я работал вручную и были то есть кусочки перговые вырезки можно сказать в этом году полностью рамки все сюда закидываем работаем ну появилась такая вещь что немножко многовато вылетает воска сюда вот видно что сегодня не минус мягковатая даже перга воска вылетает то есть коконы хорошо пылесос затягивает по подкроешь пограть покажем коконы хорошо затягивает ну а воск немножко пролетает ну я думаю что наверное нужно мощнее пылесос может кто-то в комментариях напишет сейчас давай рукой покажу вот она все этот коконы все мелкие хорошо затягивает но все-таки крупинки воска проходят вот уже готовая продукция тут на вид килограмм может быть около 10 есть восковые восковой мусор скажем тогда ну в комментариях может кто-нибудь напишет может быть и сергей шумейка скажет но я думаю что нужно мощнее пылесос герметичность вроде бы мы тут нормально все промотали так так все сказал сейчас покажем сам процесс процесс рамка с пергой осушенная чтобы не было меда видно все перги рамки хорошие оставляем плохие выбраковываем не совсем старая рамка не испачкана испражнениями мы ее ставим официровать даже не обязательно такую просто прочищается сейчас я такую черновую чистку делаю очищаю воск да и сказал то есть воск остатки коконов мы все потом перетапливаем сетку или старую тюль заворачиваем и перетапливаем воскотопки чтобы не убрасывать тоже выход воска хороший вот это такая черновая обработка потом на чистую еще ее будем шкрябать возможно уже весной и уже здесь будет прополис его потом через воду очистим тоже в работу пойдет такая рамка остается можно в каустике проварить ну по-моему проще испачканный просто выборковать сейчас покажем процесс будет немножко шумно но я звука уменьшена при обработке это работает вергамет как включаем пылесос и 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 все вот такая первая ноябрьская уже декабрьская работа заканчиваем с пергой потом будем топить воск всем удачи будьте здоровы хорошей зимовки пока если нравится ставьте лайки